Девятиклассник Игорь Шибко из Днепра изобрел помощника для незрячих людей. Парень сконструировал систему из ультразвуковых датчиков, которые реагируют на препятствия. Из чего состоит конструкция, расскажут наши корреспонденты. Осторожно, помеха, слева. Здесь записан голос нового брата, который начинал эту работу. Но в новой работе я уже сам продолжил ее. Там же был мой голос. Осторожно, помеха, снизу, слева. Осторожно, помеха, сверху. Помощника для людей с проблемами зрения Игорь сделал из подручных материалов. Несколько ультразвуковых датчиков, транзисторы, аккумуляторы, плата и система голосовых оповещений. Это все, что понадобилось юному изобретателю. В контроллер была записана наша программа. В микросхеме памяти был записан мой голос, все речевые фразы. И уже при срабатывании какого-либо из датчиков, то есть при обнаружении препятствия, он выдавал ему, человеку, то есть выдавал нормальное оповещение. Помеха снизу, слева. Игорь готовил свои изобретения на всеукраинский конкурс изобретателей и победил. Собестоимость его конструкции около 300 гривен. Подобная разработка для слабовидящих людей есть у израильской компании, но она значительно дороже, более тысячи долларов. Это как современные приставки, которые называются в ярочке, то есть в реальной реальности. Они распознают поворот головы человека. И я хочу делать то же самое, чтобы заменить все датчики на груди, на голове, то есть чтобы избавиться от проводов на человека, чтобы он не был как увешанными проводами. Бойцы АТО, которые в результате ранений потеряли зрение, вдохновили парня. Он вместе с родителями уже 4 года занимается волонтерством. Помогает военнослужащим в днепровских госпиталях. Игорь с 6 лет увлекается радиоэлектроникой. Интерес к этому занятию привели ему родители. Они преподаватели городской станции юных техников. То, что он увлекается, то, что удалось заинтересовать, то, что какие-то результаты появились, а с результатами приходит и интерес к этой работе. Когда нет результата, ну, видно. Человек как-то опускает руки, переключается на что-то другое. Мне важно, чтобы он действительно научился сам работать. Игорь, кроме помощника для незрячих, уже разработал собственную версию умного дома. Управляет бытовой техникой и даже кормит кота с помощью смартфона. Анастасия Старовой, Елена Миндалюк. Подробности телеканал Интер, Днепр.